Чемпионат России по ММА Но никто из них не дошел до финальных поединков. И только бронзовыми медалями отличились Георгий Емельянов и Александр Кузьмитский. Домашний чемпионат накладывает отпечаток в плане какого-то ответственности очень много. Потому что выходишь, и трибуны все болеют за тебя. Немножко такой мандраж от этого еще сложнее, конечно, выступать на родной земле. Президент Союза ММА России Федор Емельяненко отметил перспективность сибирских бойцов. По его мнению, у омских спортсменов есть все для победы. Необходимо набраться лишь опыта. Поработаем, поработаем вместе. Приедем с Домой Павловичем, проведем несколько семинаров, сборов. И, я думаю, выровняем шансы. Решающие встречи спортсменов других регионов выдали захватывающими. Каждая предполагала два раунда по пять минут. Однако бой между Гаджи Рабадановым и Али Абдул-Халиковым завершился уже на третьей минуте. Рабаданов применил болевой прием, одержав победу над соперником из Северного Кавказа. Так как мой соперник очень хороший ударник, я планировал атаковать его, постоянно руками атаковать. Но, как вы видели, я пропустил удар и чуть поменялся план боя. Я решил сразу, может быть, неаккуратно, пошел бороться и все-таки выиграл. Турнир очень на высоком уровне. Можно сказать, я первый раз почувствовал себя востребованным таким спортсменом. Московский боец Магомед Юнисилау также завершил бой досрочно, победой на третьей минуте второго раунда. Знаете, я должен был победить, потому что, ну, как вам сказать, возможно, те люди, которые чемпионы, они меня поймут. Я выиграл в прошлом году Россию и в этом году просто обязан был выиграть. Иначе я, ну, я бы лично сам себя считал бы недостойным победителем прошлого чемпионата. Соперники в категории до 84 килограммов уже не раз встречались на различных поединках и уже успели как следует изучить друг друга. Как показал бой в СК Каблиново, это не облегчило спортсменам задачу. Для того, чтобы определить победителя от схватки, понадобился дополнительный экстра-раунд. В общекомандном зачете победителем чемпионата по праву признана команда Северокавказского федерального округа. Обладателем серебряных наград стала команда Москвы. На третьем месте Уральский федеральный округ. Завершился вечер двумя показательными боями. В одном из которых Амид Чевгений Лахин из клуба Александр Невский победил своего оппонента из Бразилии Макса Алвеса.